МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автоцентр Хонда поздравляет вас с Новым годом и предлагает новый ЦРВ. Автомобили в наличии. Здравствуйте. Криминальные новости. В продолжении информационного вечера в студии Равель Сайганов. А кровавленное тело мужчины обнаружили в квартире дома на улице Чайкова. По предварительному заключению экспертов, причиной гибели человека стала тяжелая травма головы и многочисленная перелома. Подробности убийства в репортаже Марии Молочниковой. Я вот лично слышала стук. Думаю, упал, наверное, что ли. По словам соседей погибшего, в его квартире иногда собирались компании, и тогда было достаточно шумно. К тому же мужчина был болен эпилепсией, и у него случались приступы. Поэтому в этот раз никто не придал значения доносившимся из квартиры звуком. Как оказалось, зря. Ну, иногда вот падало, падало. Ну, я говорю, он эпилепсик, может быть, он на легкий приступ был, он падал. Кто его знает? Нам не так слышно. По предварительной версии, вечером к потерпевшему пришли его знакомые, 28-летняя женщина и ее 35-летний друг, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. Через какое-то время между хозяином квартиры и гостем произошла ссора, в результате которой хозяином квартиры были нанесены многочисленные удары. И после этого гости скрылись с места происшествия. Окровавленного мужчину обнаружил его родной брат, когда вернулся домой. Тот был еще жив и успел назвать имена своих мучителей. Мужчина вызвал медиков, но к их приезду пострадавший уже скончался. Причина смерти – тяжелая черепно-мозговая травма, перелом ребер, разрыв внутренних органов. Травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избирании одной из меропресечения, предусмотренной законодательством. Ведется расследование уголовного дела, направленное на сбор и закрепление доказательств. Сейчас с задержанным мужчиной работают следователи. Именно им предстоит выяснить причину жестокого избиения человека, которое закончилось трагедией. Серьезная авария произошла поздно ночью на трассе Казань-Зеленодольск. Там водитель ДЛНК не справился с управлением. Машина несколько раз перевернулась, приземлилась на колеса и загорелась. Водители пассажира успели выбраться из салона, после чего сразу бежали. Я не видел, я проезжал в ту сторону, в сторону Решкалинского кольца. Здесь кто-то ходил. Обратно едем, она уже горит. По словам очевидцев происшествия, иномарка двигалась, что называется, на бешеной скорости. В какой-то момент, наехав на сугроб, машина в буквальном смысле слова взлетела. Один раз кувыркнулась в воздухе, после чего продолжила кувыркаться уже на земле. Он оттуда в сугроб, через сугроб подпрыгнул, приземлился сюда, снес отбойник, кувыркнулся сюда в стол. Он видел, как он подлетел и перевернулся несколько раз. Встал на колеса. А машина сразу стукнула? Машина нет, не сразу. После. Ну я посмотрел, что остановились очевидцы. И поехал дальше. Я думаю, его вытащили. По словам молодого человека, пока он искал возможность подъехать к месту происшествия, обзвонил все экстренные службы, поскольку был уверен, в аварии пострадали люди. Однако, когда подъехал к машине, рядом с ней уже никого не было, а иномарка полыхала открытым огнем. По найденным номерам удалось выяснить, что владелец машины проживает в Нижней Камске. Теперь сотрудникам ГАИ предстоит выяснить, кто именно управлял машиной в момент аварии и в каком состоянии находился водитель. На Горьковском шоссе лады 14-й модели вылетел с дороги и приземлился за глубокий кювет. Водитель легковушки получил тяжелые травмы, а вот его пассажир отделался легким испугом и устроил на месте происшествия настоящий спектакль. Меня подрезали, мне люди оказали помощь. Меня подрезали, да. Молодой человек ударился головой о лобовое стекло и сильно поранил лицо, поскольку не был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавший водитель упорно повторял, его якобы подрезали. Но помощь оказали вовремя. А вот его товарищ, который в момент аварии сидел рядом, но не получил ни царапины, напротив, решил, что друга все бросили. И из-за этого он едва не погиб. Сотрудники медицинской службы не оказали первую помощь. Его же увезли. Вовремя не оказали. Они все гадали, что случилось. Молодой человек вел себя крайне агрессивно. По его мнению, в случившемся были виноваты все, кроме его товарища. Даже несмотря на то, что водитель, и это подтвердили медики, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Вы должны уметь оказывать первую помощь. Скорая приехала? Почему вы ее не оказали? Скорая приехала? Почему вы ее не оказали? Так они позже скорой приехали. На что именно собрался жаловаться парень, он сам ответить так и не смог. Как только на его нападки перестали обращать внимание медики, а потом и сотрудники ГАИ, он заметно успокоился и забирать в отдел дебошира не стали. А вот его товарища в срочном порядке доставили в больницу. После рекламы мы продолжим. Оставайтесь с нами. Лоб-лоб столкнулись две «Лады» 14-й модели в районе Высокой горы. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу одного из водителей. В результате тяжелой травмы получила автоледи, которая в момент происшествия двигалась как раз по своей полосе. Току притормозила, у меня машина запустила сразу и повела на встречу. По словам водителя одной из легковушек, девушку, управлявшую второй «Ладой», он ни в чем не обвиняет. Это как раз тот случай, добавляет молодой человек, когда в столкновении двух автомобилей виновата мужская, а не женская невнимательность. Я ехал с направления, с города. И вот, пошел на обгон, пошел на обгон. Передо мной машина стояла. Я немного притормозил, притормозил, машину повело на встречу. Крутанул и вот. У девушки, управлявшей этим автомобилем, относительно небольшой водительский стаж. Однако данный факт сыграл случившимся незначительную роль. Избежать лобового столкновения у автоледи даже при большом опыте не было практически никакой возможности. В результате столкновения автоледи получила серьезные травмы и была срочно доставлена в больницу. По словам сотрудников ГАИ, к счастью, детская автомобильная креслица, установленная на переднем сидении машины пострадавшей девушки, в момент аварии пустовала. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Разыскивается Быков Илья Васильевич, 1992 года рождения, проживающий по адресу Республика Татарстан, город Бугульма, улица Баумана, дом 11, квартира 82, который должен был выехать пассажирским поездом номер 26, сообщением Москва-Ижевск, до станции Казань 24 декабря 2012 года. Последний раз выходил на связь со своей матерью 24 декабря в 17 часов 40 минут перед отправлением состава. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего на вид 21 год, рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, постоянно носит очки. Был одет свитер под горло на молнии светло-серого цвета, джинсы темно-синего цвета, утепленные зимние кроссовки темного цвета с оранжевыми вставками, пуховик черного цвета с мехом на капюшоне. При себе у Быкова была студенческая сумка болотного цвета. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, звоните по телефону, указанному на экране. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Если вы стали очевидцем происшествия или сняли интересное видео, звоните по телефону 248-0202 или пишите на электронный адрес. А эфир продолжит тему. В студии Сергей Шерстнев. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, Равиль. Итак, буквально через пару часов в прямом эфире проекта «Голос» мы узнаем имя обладательницы лучшего голоса России. Для Татарстана этот поединок будет особенно ожидаемым и напряженным, так как в четверку финалисток вошли сразу две участницы из нашей республики. И с родственницами одной из них, Эльмиры Калимулиной, встретимся прямо сейчас. Не переключайтесь.